А сейчас у нас есть возможность пообщаться с художественным руководителем студии класс Алексеем Аладиным и преподавателем по вокалу Светланой Кубенцовой. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, об истории создания студии класс. На самом деле история создания студии, она как бы состоит из двух частей. Первая часть – это с 2001 по 2006 год, когда студия существовала на базе Дома детского творчества городского. Уже тогда были достаточно большие успехи, то есть занималось много детей. И в 2006 году судьба нас свела с замечательным, собственно говоря, человеком Аленой Дмитриевной Сокольской, который сделал нам предложение, от которого было нельзя отказываться. Предложение состояло в том, что давайте построим профессиональную настоящую студию звукозаписи. Ну, собственно говоря, что и было сделано. Строительство продолжалось год, примерно осуществлялось очень серьезными специалистами. То есть проект заказывался в Москве. Признанный авторитет в области студии строительства – это Андрей Брусков. Лично делал проект, приезжал, делал замеры. И через год, собственно, студия начала работать в полном объеме. Ну, у истоков… Вы так и стояли у истоков, да? Да. Собственно, идея запустить студию звукозаписи в Крину, она витала давно. Ну, нужно было записывать как-то детей, как-то с ними заниматься, да? Делать это на коленях. Ну, это и сейчас делают многие. А действительно, настоящая профессиональная студия, она вот одна. И в ближайшем будущем, я думаю, пока не придудится. Расскажите, пожалуйста, какие творческие направления развиваете? Только ли вокал? Или вот в связи с тем, что студия такой имеет большое развитие, может быть, дети тоже учатся сами записывать музыку? Ну, по вокалу, я думаю, Светлана Юрьевна расскажет. У нее разработана своя авторская методика, наверное. Думаю, пару слов. Ну, пару слов я вообще хотела сначала сказать о воспитанниках. Потому что воспитанники нашей студии у нас самые разные. Есть те, кто пришел, и ему уже от Бога дано петь, а со многими приходится очень долго заниматься. И вообще, дети должны сами хотеть петь. У них должно быть огромное желание. Именно у детей, а не у родителей. Вот я хочу привести такой пример. Мама привела семилетнюю дочку к нам в студию на прослушивание. Девочка спела песню, прогудела ее на одной ноте, при этом выдерживая ритм, и я ее взяла. Потому что в глазах ее было такое огромное желание петь. Но очень много занятий понадобилось для того, чтобы она научилась правильно интонировать песню. Но уже в конце года на отчетном концерте она великолепно пела песню. И сейчас, по прошествии восьми лет, Вика у нас одна из ведущих солисток нашей студии. И почти ни один концерт не обходится без ее участия. Мы берем детей от пяти лет и старше. И вот уже девять лет назад к нам привели пятилетних девочек Яну Челышеву и Лизу Титову, которые сразу у нас стали большими артистками. И вместе с Викой Гусевой, о которой я до этого говорила, создали великолепное трио «Классика». И радует нас своими успехами на сцене. Да, мы создали свою авторскую методику, по которой работаем вот уже 13 лет. Поэтому у нас вот такие успехи в студии, что детки, начиная от пяти лет, вырастают уже, можно сказать, звездочками и загораются на нашей клинской сцене. Ну, мы слышали, да, это, конечно, прекрасно. Только ли вокал все-таки? Только ли вокал? В основном только вокал, потому что на синтезаторе заниматься у нас времени не хватает. Детей у нас более 50 человек. Это много по сравнению с тем, с чего мы начинали. А начинали мы первый год нашей работы с 10 человек. Тогда я работала по программе индивидуально, да, сольно. То есть с каждым ребенком отдельно. Сейчас из-за того, что детей в студии очень много, мы не можем себе этого позволить по причине нехватки времени. Поэтому создаем и ансамбли, трио, дуэты. Естественно, я занимаюсь и индивидуально с солистами, но с теми, кто показывает хорошие результаты. А фортепиано у нас обучает отдельный педагог в школе, в которой мы базируемся. Это седьмая школа. И детки из нашей студии ходят туда заниматься. Да, мы обучаем детей работе с микрофонами, потому что на сцене без микрофона петь невозможно. А ребенок, приходя в студию, он не знает, как держать параллельный микрофон. Поэтому первое, с чего мы начинаем, это с дыхания, работа над дыханием и, естественно, работа с микрофоном. Что ж, мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу. После нее мы продолжим общаться с художественным руководителем студии класса Алексеем Аладиным и преподавателем по вокалу Светланой Кубинцовой. Семья, как матрешка. Если есть папа, то обязательно должна быть мама. Если есть папа и мама, то должны быть дети. С сыном и дочком. А потом еще сыном и дочком. Чем бойся, тем и лучше. Так красивее! Наполните жизнь счастьем. Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Руки бы тебе поотрывать! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить! Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя! А мы продолжаем нашу беседу с художественным руководителем студии класса Алексеем Аладиным и преподавателем по вокалу Светланой Кубинцовой. Светлана, вот вы сказали, что в студии занимаются 50 воспитанников, и это много. То есть больше физически вы не можете принять детей? Ну почему же? Мы принимаем желающих, но после обязательного прослушивания. Да, у нас сейчас, можно сказать, есть конкурс, потому что теперь из-за того, что много человек в студии, мы можем отбирать лучших. Но если уже, правда, у детей горят глаза, и они очень хотят петь, я беру таких детей. Светлана, скажите, пожалуйста, вот сколько лет продолжается обучение? За один год можно научить петь? Нет. Нет. Это как-то варьируется или, ну, интересно просто, да? То есть человек приходит, и он в течение, например, с 5 лет вы взяли, и он до скольки должен ходить в студию? До того, как и закончить школу. То есть вот из школы выходит, и мы выпускаем из студии. Если ребенок пришел, например, в 10 классе, а в 11 ему уже надо выпускать, ну, такой ребенок ничему не научится за один год. Ну, это просто несерьезно. Нет, ну, есть уникальные дети, конечно. Ну, есть уникальные. Крайне редко, да, чтобы вот в течение. Бывает, что приходят люди и говорят, ну, научите нас петь. Вот у меня есть там месяц, мне надо спеть на свадьбе. Ну, бывают такие ситуации в жизни, конечно. Ну, вот за все время, пока существует студия, у нас не было, наверное, такого момента, чтобы вот человек пришел, там, взял 5-6 уроков и запел. Во-первых, голос нужно ставить. Это обязательно. Дыхание нужно ставить. Надо, да, уметь дышать. Потому что дышать, просто дышать, и дышать во время исполнения песни совершенно разные вещи. Совершенно по-разному берется дыхание. И даже во время записи в студии, когда, казалось бы, созданы тепличные условия, все равно, как правило, за один с одного дубля не записываются. Редко кто записывается с одного дубля. В любом случае, где-то надо перехватить дыхание, где-то человек кашлянул, где-то губами там шлепнул, мягко говоря. И поэтому, ну, процесс вообще трудоемкий. Сам процесс звукозаписи, сама технология звукозаписи. То есть, от момента, когда человек встал к микрофону и до выхода готового продукта, как правило, ну, 2-3 дня, чтобы сделать песню. Это, если не учитывать тональную коррекцию. Что это значит, тональную коррекцию? Ну, есть специальная программа, в которую забивается голос исполнителя, и можно либо подтянуть нотку... Вставить в ноты? Вставить, да. Если не попал. Если не попал. Но со своими воспитанниками я этого делать сейчас вообще категорически запрещаю. Как спели, так и спели. Ну, коррекцией мы занимаемся в основном теми, с теми, кто приходит... Финосвальд, да? Нет, не то, что на свадьбе. Это бывает, что какие-то последние звонки, какие-то мероприятия, когда дети приходят неподготовленные, когда вот приходят, надо срочно записать. У нас завтра мероприятие в школе, дети ничего не успели сделать, то есть надо записать там или что-то еще, да? А, естественно, тонируется голос, то есть он мелодинится, и чтобы было приятно слушать. Вот так вот. Вот вы представляете, за время существования студии было записано более 1200 песен, это не считая песен, которые записывались на свадьбы, на юбилеи и на все прочее. На последние звонки? Да, на последние звонки выпускные. Ну, то есть технические возможности в вашей студии, они отвечают самым современным требованиям, да? То есть любую фонограмму можно создать. Я скажу так, что не только любую фонограмму, мы, в общем-то, за время своего существования записали, я сейчас даже не берусь сказать, сколько гимнов разных предприятий города, но я очень четко могу сказать, что гимн Кринс каких-то БДД мы записали, а вот пивзавод у нас просил, значит, мы сделали им гимн. Строй детали сделали, но они, правда, так и не забрали. Они не забрали по причине того, что предприятие как-то там, у них что-то там с предприятием. А пели они сами? Нет, естественно, нет. Пелы в основном все-таки. Да, но у нас существует такой момент, что трудно найти исполнителя под ту или иную песню. То есть мы даже свой материал, который сами песни пишем, а пишем мы целиком от ноля и до выхода готового проекта в стенах студии, ну, естественно, мы приглашаем каких-то сессионных музыкантов, значит, это гитаристы, бас-гитаристы могут быть, клавишники могут быть какие-то, да. Вот у вас в студии был Влад Гусев, да, там такой больше известный, наверное, как Лазла Грей. Да, да. С ним было очень большое количество проектов у нас, замечательный человек, очень скромный, кстати, человек, в кляну его практически никто не знает, и даже вот вы, наверное, и даже вам он не сказал, насколько я помню, что на сегодняшний день его песни ротируются на лондонских радиостанциях. Вот так. А вообще гостями нашей студии... А записан у вас студия. Да. Ну, кое-что, да. А гостями нашей студии были такие известные, заслуженные люди, как Василий Пьянов, Сергей Крылов, и делали проекты с такими людьми, как певец и композитор Игорь Наджиев, поэт-песник Игорь Головко, вот с ним я тоже записала одну песню, его стихи «Моя музыка». То есть у нас, если к нам кто-то в студию хоть раз придет, становится нашими друзьями. Питерская поэтесса Юлия Погорельцева очень известный, очень замечательный человечек, то есть была написана песня на ее стихи, песня ушла в ротацию, ну, на питерском радио ее крутили. Так что, в общем-то, на самом деле, сегодня мы можем взяться за проект любой сложности, ну, кроме, пожалуй, записи хоровых коллективов. То есть для записи хорового коллектива нужны другие площади, собственно говоря. То есть квалификация нам позволяет это сделать, но не позволяет технические условия. Ну, вот вы сказали, что и песни с нуля, значит, и музыку, и слова вы тоже пишете сами. Алексей пишет слова, я пишу музыку. А мы можем что-то услышать вот прямо сейчас здесь, в нашей студии, в прямом эфире, что-то из вашего творчества, из личного, Светлана? Ну, если можно, я спою как раз кусочек из гимна офицера ГИБДД. Пусть светварь ослепляет глаза, Тормозов вискнут ты, как стена, И весь Клинский район за спиной Знаю, трудно тебе, дорогой, Помни, мы и орут, и гаи, А удача, она впереди. Ты сегодня простой постовой, На дороге ты бог и герой. Офицеры ГИБДД, Вы как боги с жезлом в руке, Вы великой отчизны, сыны, Вы работе и службе верны. Офицеры ГИБДД, Вы как боги с жезлом в руке, Вы великой отчизны, сыны, Вы работе и службе верны. Кстати, эта песня стала популярна не только в Клинском районе, но еще и ушла в Дмитровский район, в Зеленоград и в город Королев. Да, они так чуть-чуть. Они тихонечко забрали ее тоже себе в гимн, но, правда, они позвонили и спрашивали, а можно мы воспользуемся вашей песней? Ну, это здорово просто, здорово. Светлана, спасибо большое. А вот давайте вернемся к воспитанникам, замечательным тоже, которые у вас учатся в студии. В каких конкурсах, может быть, они участвуют, да? Участвуют ли в конкурсах, приносят награды? Значит, с конкурсом у нас отношение очень непростое. Дело вот в чем. Раньше мы очень много ездили и отправляли воспитанников на разнообразные конкурсы. То есть, эти конкурсы были, скажем, наши, такие вот, клинские и международные. Были, естественно, призовые места и прочее, прочее, прочее. Но с течением некоторого времени стало понятно, что большинство вот этих конкурсов являют собой, ну, в общем-то, коммерческие проекты. То есть, там, где начинаются деньги, творчество заканчивается. Участие в конкурсе стоит, чем выше уровень этого конкурса, да, статус, тем дороже стоит участие. И мы потихонечку перестали сейчас отправлять детей на какие-то такие дорогие конкурсы. Потому что, во-первых, это все ложится на родителей. И, как показывает практика, ну, не очень квалифицированно жюри оценивают. Это не потому, что я на кого-то обижаюсь, там что-то у нас, где-то нас засудили. Напротив, наоборот, мы достаточно много и часто побеждали, и привозили очень много наград. Я скажу так, что раз наших воспитанников знают в Клину, знают в Московской области, знают и за пределами Московской области, то, ну, собственно, конкурс, наверное, ни к чему. И, ну, в рекламе, в такой конкурсной, в общем-то, студии не нуждается. Скажем так, сегодня ни одно городское мероприятие, наше, которое у нас здесь проходит, в городе, не обходится без участия студии в той или иной мере. Даже если на этом мероприятии не выступают наши воспитанники, даже если я не сижу за пультом этого мероприятия, значит, там звучит материал, который я смонтировал, либо запись, которую я сделал. То есть все вас знают и любят. Ну, вообще, мы, конечно, бываем на конкурсах. Это вот наши районные конкурсы, патриотической песни, с чего начинается Родина. Не будет. Два года назад мы побеждали, в том году и в этом году. У нас Светлана Буровцева в этом году не только победила здесь, но и съездила в город Краснознаменск. Там тоже стала финалисткой. И вот в июне месяце она едет уже в Москву выступать перед правительством. С великолепной песней «Русь православная». Ну, я предлагаю сейчас послушать эту песню в исполнении вашей воспитанницы. Песня «Русь православная» Русь православная, святая Русь Вера державная хранит нас пусть Русь православная, древняя Русь Вера и правдою служить глянусь Расскажите, пожалуйста, а за судьбой, дальнейшей судьбой своих воспитанников вы следите, как она складывается? Ну, с некоторыми нашими воспитанниками мы встречаемся, и они к нам приходят в студию и даже выступают на наших каких-то отчетных концертах, на юбилейном отчетном концерте у нас выступали. Мы поддерживаем. Но в основном очень многие разъехались по городам нашей матушки России. И мы потеряли связь. Ну, вот, в принципе, человек, наверное, пять, кто остался здесь в кляну, они поддерживают с нами связь. О дальнейших планах каких-нибудь расскажите нам, пожалуйста, что впереди? Ну, впереди много работы. Всякая работа, творческая работа, техническая работа, до оснащения студии, что-то надо переоснастить, что-то переделать. Собственно, тот программно-аппаратный комплекс, который на сегодняшний день работает в студии, он постоянно должен обновляться. Потому что даже для написания фонограммы, ну, скажем так, появляются в музыке новые звуки. Эти звуки надо использовать. Ну, а в творческом плане мы бы хотели, у нас уже есть такие задумки, как я говорила уже на отчетном концерте, сделать дуэты родителей и детей. Например, мама и сын, мама и дочка. Но это придется родителям учить петь. Да, да. Уже, кстати, некоторые приходят и берут уроки. Да, существует такое у нас начинание. И не только мамы, я так думаю, что и папы. Ну, папы традиционно менее активны, поэтому... И мамочки были поющие. Да. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Поздравляем вас с юбилейным концертом. Желаем творческих успехов. Может быть, стоит пригласить желающих все-таки? Ну да, ради бога, то есть мы, собственно, никому не отказываем, приглашаем всех. Набор традиционно у нас происходит в сентябре месяце, после прослушивания обязательного. Сразу, чтобы не было обид, предупреждаю, что в студию попадут далеко не все, и попадают далеко не все. А так, ради бога. Ждем, приходите. А я напоминаю, что у нас в гостях были художественный руководитель студии класса Алексей Аладин и преподаватель по вокалу Светлана Кубенцова.